Ребята, всем привет! Добра и позитива! С вами бывалый путешественник Владимир Волошин. И у меня начинается отпуск. Ну, можем его и так назвать. Всё дело в том, что сейчас у нас последняя неделя августа. Напомню, что я бывалый путешественник, бывалый строительный путешественник, поэтому путешествия со мной носят немного другой характер. Плюс ко всему, у меня ещё такое тягочение, я многодетный папа. И мы путешествуем, как правило, с семьёй. Как правило, мы делаем это часто и, по возможности, делаем это либо раз в месяц, либо раз в 2-3 месяца. И сегодня такой момент, когда мы отправляемся с семьёй в своё путешествие. Моя ситуация следующая. Поскольку я строительный путешественник и строю практически в любой стране Евросоюза, я профессионально и строительно занимаюсь реконструкцией замков, дворцов, квартир, домов. И всё это делаю по лучшему варианту в эконом-сегменте. Поэтому меня очень часто приглашают в гости. Поэтому наше путешествие, в которое я вас беру с собой, чем будет интересно? Во-первых, я посещу Брюссель. И в Брюсселе меня ждёт клиент, в котором я сделаю консультацию, а заодно возьму вас с собой и покажу вам, как выглядит брюссельское домостроение. Согласитесь, это интересно. А вы сравните, у вас дома точно так же или по-другому. Следующим моментом мы, безусловно, заскочим в Амстердам. Там нас тоже ждёт один клиент. И покажем, как живёт семья в Амстердаме. Как они проводят свои ремонты. Как выглядит домостроение парня, который живёт в Амстердаме. И сравним его с вашим. Помимо этого, мы многодетная, дружная семья. И мы живём вот в 23-м году. Я не знаю, в каком году ты будешь смотреть это видео на YouTube, если я это выложу. Но в 23-м году была такая беда, что одна агрессивная страна, не будем её называть, развязала в Европе войну. И эта война, она привела не только к многочисленным жертвам среди населения, но и такой коллапс в мире путешествий. То есть, если раньше мы могли путешествовать очень дёшево и делали это часто, то путешествие стало непозволительной роскошью. Сделаю оговорку, для многодетной семьи. То есть, наши путешествия всегда были ориентированы на детские эмоции. То есть, такого парня, как меня, ну чем ты удивишь? Я в этой жизни перепробовал всё, и я в этой жизни видел всё. Но я хочу дать своим детям лучшее. Для этого я их беру в путешествие и показываю практически разные страны. Чем моё путешествие более привлекательное, ну, в отношении других, тем, что я пытаюсь это делать профессионально. Поэтому обычно я в путешествия приглашаю вас реальных, не виртуальных, а реальных. Например, ваша семья может присоединиться к моей семье, но тут должно быть обязательно одно условие. Помните, что мы рассчитаны исключительно на детские эмоции. И взрослый, манера поведения взрослого в путешествии такова, что он смотрит на ребёнка, видит его проекцию этого мира, видит, как его глазки горят, видит его заключение об этой стране и наслаждается именно этим. То есть, в этих путешествиях нету места взрослому эгоизму. Взрослый человек, наконец-то в отпуске, наконец-то не надо идти на работу, 24 на 7 тяжело вкалывать, потеть и так далее, и ты можешь насладиться своей семьёй. Но чтобы твои путешествия не превратились в какую-то каторгу, как мы делаем? Мы объединяемся несколькими семьями, и это что нам позволяет? Дело в том, что когда у тебя многодетная семья... Давай представим, что многодетная семья – это начиная с трёх детей. Вот представь себе, мы пять семей куда-то выезжаем, и у нас есть дети трёх лет, шести, восемнадцати, двенадцати, и когда мы куда-то приехали, то шестилетки, а это, например, пять семей, пять человек, у них своё комьюнити, десятилетние у них своё комьюнити, восемнадцатилетние у них своё комьюнити, и взрослые мужики остаются практически наедине. Ну, между собой мужское комьюнити, разумеется, и женское. И интересность в том, что мы познаём мир, мы спорим, глядим на этот мир детскими глазами, глядим своими глазами и параллельно отдыхаем. То есть мужики могут пойти на рыбалочку и позволить себе выпить немного лимонадика, а девчонки могут поделиться своими манерами воспитания, поведениями, взглядами на жизнь, и побыть, и почувствовать себя женщиной в кругу таких же женщин. А дети, дети, дети наши всё, и они могут себя почувствовать как угодно. В этот раз, в предыдущий раз мы ездили на кемпере и показали вам, как путешествовать на кемпере. Это очень великолепно. В этот раз у нас не получается, к сожалению, поездка на кемпере. Кемпер нам по понятным причинам обходится очень дорого. И поэтому мы всегда выбираем низкобюджетные путешествия. Всё дело в том, что ты путешествовать должен как можно больше и как можно чаще. А в наших современных реалиях это всё-таки дорого. И многодетная семья не может себе позволить. А я, как глава семьи, как папа, не могу себе позволить, чтобы мои дети не посещали Диснейленды, самые крутые в мире аквапарки, чтобы они не видели всех столиц мира. И вот это вот такой очень сложный момент. И поэтому у нас в планах мы, возможно, заскочим в Диснейленд при одном условии, если он нам обойдётся бесплатно. Звучит интригующе, да? Мало кто думал об этом, но у нас получается заходить в парижский Диснейленд бесплатно. Стоимость на мою семью сегодня 720 евро посещение Диснейленда. Моя семья считает некомфортным эту сумму. По многим причинам. Во-первых, она слишком велика для моей страны. А во-вторых, в моей стране всё рассчитано на детей. У нас есть такая программа 3+. Когда у тебя многодетная семья, то во многие детские мероприятия ты заходишь либо бесплатно, либо по очень серьёзной скидке. И мне непонятно, почему Дисней, тот, который за детей, за семейные ценности, пытается нажиться на этом. Почему бы для многодетных семей не сделать скидку в 50%? Ведь это так логично. Поэтому мы противники этого, и в Диснейленд мы зайдём бесплатно. Как? Я, конечно же, подробно расскажу, но в следующих сериях. Вот. И, соответственно, если не получится, мы выберем другие вещи. Посетим мы Амстердам, Брюссель, Гент, Брюге, Париж. По пути, может быть, заскочим ещё в Атфорпен. И, может быть, будет у нас ещё три интересных города. Это будут сумасшедшие влоги и путешествия по этим городам. Но, помимо этого, мы планируем, назовём их Диснейлендами. В голландский Диснейленд, в бельгийский и во французский заскочить. Помимо этого, мы попробуем посетить ещё Дельфинарии. Разумеется, всё самое красивое, всё самое шикарное в Европе. И, помимо этого, самое главное, что мы должны понимать, мы будем жутко экономить. С какой целью? Чтобы в следующий раз также отправиться в путешествие буквально через пару месяцев. Но преимущество нашего путешествия в том, что мы путешествуем дёшево. Если кто-то постоянно следит за мной, то самое дешёвое путешествие, которое нам обходилось, 150 евро, это было три дня и две ночи, когда мы путешествовали из Риги в Стопгольм. При этом мы ни в чём себе не отказывали. Сотни, сотни семей написали мне благодарственное письмо с такими словами, что я простой кассир в магазине, да, и многодетная мама, и живу одна, без мужа. Я не думала, что я могу путешествовать по Европе так часто. Вот это самый правильный отзыв. И вот ради этого я делаю этот влог, и я вас беру с собой в путешествие, ещё раз повторюсь, в экономически обоснованное путешествие для многодетной семьи. И мы посмотрим на Европу детскими глазами методом и путём погружения. Я хочу, чтобы мои дети говорили на английском языке, чтобы они говорили на французском языке, чтобы они понимали, как звучит голландский язык, чтобы они сами покупали себе еду, бронировали отели, оплачивали аквапарки. Но, разумеется, папа платит, но делает вид, что он в этом ничего не понимает. И вот это участие детей методом погружения и количеством стран, которые мы будем быстро менять, их задача группироваться и быть прогрессивными европейцами. А самое главное, у нас последняя неделя перед школьными каникулами они должны понять историю Европы. Они должны приобщить тот материал, который они получат в этой неделе, к тому, что у них будет в школе, и они должны вернуться эмоционально заряженными, чтобы 1 сентября они пошли в школу, как полноценные здоровые дети. На сегодня всё. До следующей серии. Ну, поехали со мной. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!